Для кексов возьмите полстакана муки, два яйца, пол пачки сливочного масла, 4 столовые ложки сахара, полстакана изюма, чайную ложку разрыхлителя, столько же сахарной пудры, щепотку соли и фруктовую эссенцию, пол чайной ложки. Сначала подготовим изюм. Для этого его необходимо перебрать, промыть обязательно и обсушить. Вот выкладываем на бумажное полотенце и перед использованием мы его еще раз обваляем в муке. Это очень важно. Для чего это делается? Для того, чтобы при приготовлении кекса, при замесе теста, при выпечке изделий не будет непропеченных участков, а так будет вот этот сырый эффект. Взбиваем сливочное масло с сахаром и яйцом. Теперь добавим в изюм немного муки. Выкладываем его в емкость сухую и часть муки, которая идет у вас по закладке, добавляем. Не перемешиваем ложкой, а делаем вот такие движения. Готовим тесто. Идет соль, как пищевая добавка. Идет химический разрыхлитель. Идет углекислый аммоний при рецепторе, но мы используем разрыхлитель. Эффект один и тот же. Он способствует процессе выпечки изделий, чтобы оно получилось очень пышное, нежное, увеличилось в объеме. Добавляем эссенцию и муку. Ее всыпают в 2-3 приема. Если муку высыпать сразу все одновременно при замесе, изделия получатся резинистые. Высыпаем в тесто изюм и перемешиваем. Выкладываем массу вот в такие формы для кексов. Готовое тесто выкладываем в формочки на 2-3 объема, потому что в процессе выпечки оно будет увеличиваться в объеме. Причем вот выложили, не надо разглаживать. В процессе выпечки оно само примет очень хорошую обтекаемую форму. Выпекаем кексы 20 минут при 180 градусах. Продолжение следует...